Так, всех приветствую, у нас межсерверная война, да, я её продолжал записывать, но сейчас, короче, без музыки, потому что я не успел её включить, слишком поздно зашёл, в общем-то, мы договорились, что я по возможности буду, в общем-то, я выставил новое расписание и буду проведывать аккаунт свой по субботам и средам, и буду, в общем-то, участвовать в этой войне. Ну, опять же, если повезёт, то есть, если будет время, но я постараюсь предупреждать, если я не смогу заходить и так далее. Так, что у нас за 783 Камаши, вот такая команда с этим Какаши, я её, кстати, использовал когда-то, но он, в общем-то, хочет чё-то этого Какузу Воскрешальщика брать за купоны, за Фокудилс и так далее. Но я сомневаюсь, если честно, но дело в том, что я же-то его обозреть не смогу, в общем, если ты посмотришь это видео, то подумай над тем, чтобы не Какузу брать, а кого-то другого, возможно, более нового ниндзя. К тому же, учитывая, сколько здесь купонов, он будет довольно долго собирать, и к тому времени, скорее всего, не Какузу будет метовым ниндзи, а кто-то другой. А Какузу, он даже с Ашурой так себе. Ну, то есть, Ашура в каком-то смысле может побеждать Какузу. Какая-то слабая команда попалась. Ну, группа. У них всего лишь на двух полях игроки играют. И тут, видите, вот Ганза Мастер тоже присутствует. То есть, это его друг какой-то. Они вместе играют. Ну, а я чё, то есть, мне-то... Так даже лучше. Почему ж, собственно, я два аккаунта вёл? Потому что с кем-то, с кем хотя бы можно не на английском пообщаться, с ним, в общем-то, всегда лучше играть, чем одному в любую онлайн-игру. Поэтому я советую вам иметь какого-то друга для игр, так скажем, с похожими вкусами на ваши, и который будет, в общем-то, приходить и с вами играть во всякие игры. Я помню, я с Кабза в некоторые игры ходил. И в WoW, и в этот, и в Майнкрафт. Ну, там мы мало довольно-таки. Кстати, мне нужно World of Warcraft продолжить, и в Хладово, и многие другие игры. Слишком много прохождений, которые я не закончил. А мне их нужно закончить. В общем, это ещё та жесть. А я помню. Блин, World of Warcraft не повод. В принципе, даже сейчас, если кто-то в него ещё не играл, ну, на какой-нибудь пиратке советую вам на высоком рейте побегать по миру, поисследовать его и так далее. Ммм, это интересно. То есть, действительно, то есть, ощущение другого мира. Это то, зачем раньше проходили. А сейчас эти сраные сессионки. В сессионке ты, короче, ты натрачиваешь на циферке. Ты не исследуешь мир. У тебя нету каких-то оригинальных механик. Там плюс 2% к заточке, там, за вот это ты соревнуешься. За новый скинчик, чтобы повыпендриваться. За какого-то персонажа крутого, который может побеждать, там, типа, других персонажей. И всё. Но это не так интересно, на самом-то деле. Вот Майнкрафт интересен, но у меня он теперь не запускается. 1.17 Майнкрафт слишком мощен для моего компьютера стал. Ну, вот, на работу пойду, собственно. Почему я на работу собираюсь? Потому что нужно компьютер обновить. Ну, и по другим причинам. Ну, в принципе, деньги всегда нужны. Ну, это пиздец. В общем, это пиздец. То есть, и даже какие-то сраные ТВ-дефенсы. Вся вот эта вот фигня. Они уже, типа, не котируются. То есть, они не запускаются на 35-ти двухбитных машинах. Это или играть в какой-нибудь типа, вот, полный. Или же... Я не знаю, что делать, на каком случае. То есть, новые игры не запускаются. И специально. Вот я ненавижу Steam. Знаете, почему я ненавижу Steam? Потому что в Steam тут такое же обновление этих игр происходит. Как-то в том же браузере Google Chrome расширения обновляются. И приложения. То есть, принудительно. Тебя не спрашивают. Ничего захотят. Они возьмут и удалят. И все. И ты не сможешь пользоваться этим приложением расширения. Это отвратительно, понимаете? То есть, это полный контроль уже над твоими программами. Над твоими приложениями расширениями. Это полная мерзость. То есть, все просто как рак. Они повсюду это говно, вот этот вот контроль распространился. А я не люблю контроль. Я люблю свободу. Это неправильное сочетание порядка и хаоса. То есть, если мы посмотрим в каком-нибудь образовании, в какой-нибудь школе, там нам устраивают хаос, там нам устраивают глупость, там нам устраивают животное насилие. Специально, чтобы заебать людей. Чтобы уничтожить их полностью. Морально и физически. И ничему не научить, чтобы, собственно, их детки могли иметь конкурентное преимущество. То есть, чем более глупый какой-нибудь правитель или правительство, тем больше они гнобят других людей, чтобы те не были умными. Были еще более глупыми. Но их-то дети глупые, потому что они просто неодаренные и у них нет целей таких никаких. А люди обычные глупые, потому что их искусственно делают глупыми. Эй, что за фигня? Ну вот. Ну, в общем-то, отвратительно. То есть, флэш насильно отключили. Теперь, короче, все программы пообновляли принудительно и не позволяют, как бы, пользоваться всем этим. А где мне теперь найти старую версию какой-либо игры? И вообще, то есть, произошло обновление. В обновлении ничего не изменилось. То есть, как были там башенки такие, вот там танчики и так далее, так они и остались. Но теперь для 32-битных систем эта игра недоступна. Все. То есть, вот единственное изменение. Ни хрена не изменилось, кроме того, что прекратили поддержку 32-битных систем. Охренеть, брат. Так что мне придется копить на какой-нибудь Ризен, или я не знаю. Я хочу купить себе такой процессор, который при этом с пассивным охлаждением будет. Не знаете такого? Напишите, кто не знает. То есть, что вы относительно мощный. Ну, или какое-то крутое охлаждение без потребления электричества. Потому что у нас в Украине электричество на вес золота. Ну, и тогда встретимся в следующем раунде. Всем спасибо за просмотр. Да, встретимся. Итак, продолжаем. По идее, у нас сейчас второй раунд. И, блин, мне нужно там кучу всего поисправлять. Жесть, конечно. Ну, давайте посмотрим, кто здесь как. Как? танзо-мастера кстати здесь нету. Ну, или пока что, хотя уже времени-то сколько. А этого тоже нету. Мекана. Уже по миллиону мощи у кого-то есть. Ютп 676, да? А у нас у Джошина 783. Жестко так. Это, конечно, не Эрен, но Эрен донатер. Хедена, например, мы опередили. Зиларда давно опередили. Зеда. Ну, вот примерно на уровне Зеда. Который, кстати, тоже донатит. Ютп. Ну, это мы уже видели Бэмби. Ну, Бэмби это был такой донатер мощный, а сейчас как-то уже сдал, что ли. Валентин тоже когда-то у него было больше, чем у меня мощи. То есть, видите, все потихоньку Наруто забрасывают. Да, ну, в общем-то, я буду соединять эти видео с субботними и буду раз в неделю выкладывать их. Надо будет еще это. Ну, блин, такая жарюка это так бесит. Постоянная жара. Ужас просто. Как же это ужасно. И ночи не хватает, чтобы все это прекратилось. хотя бы дожди довольно часто идут. А у меня кондиционера нет, нифига нет. Вентилятор вроде бы есть. Хоть не знаю, там недалеко от меня есть такое место интересное. Ой, Сефирот это мощный товарищ. но мы в принципе можем теоретически его побить. Стоп, у него один Матара? У него один Матара. Это интересно. Это он против Ашу, да? то есть Ашу не смогут его через ниндзи отаковать. Это такая новая тактика выходить с диндзи на бой. Прервет или не прервет? Вот в чем вопрос. Да, всех ваншот ну. Ну, блин, интересно. Да. Все-таки Матара оказался какой-то очень жесткий. А что тут у нас на других полях? Будет ли где-нибудь победа? Тоже один товарищ, но зато полтора миллиона. Шансов тут мало. походу в сухую продуем. Тут вообще куча донатеров. Но они не такие уж и страшные стали. Хотя тут Путин. Да. Тут Путин. А значит с этим все ясно. не ну ответи во что Путин то играет. Сколько он здесь задонатил путин. На что ваши науки идут? Наруто онлайн. Насраны в пиксели. А вообще как я уже и говорил ну в принципе это само собой разумеется что не всяк есть тот кто сам себя так называет. То есть если он назвался Путином это не значит что он правда Путин. Это фальшивый Путин. Сейчас придет настоящий Путин с десятью миллионами мощи и победит этого уже Путина. Ну вообще настакать мадару это сейчас неплохая идея против всяких ашур таких которые могут то есть вот одного ниндю ты поставил и то есть в этом же есть свои преимущества понимаете то есть от тебя меньше могут это меньше могут того отожраться там получить какие-то бонусы за убийство твоих ниндзя и так далее то есть ставишь какого-то одного за только этого ниндзя можно конечно других воскрешающихся поставить но сейчас воскрешение как бы оно не дает бонуса все равно опять убьют и получат еще себе например вампирку какую-нибудь то есть все-таки играть не мертв так что вот команда из одного ниндзя это уже не фантастика это уже выгодная вполне себе вещь единственное что тебе нужно собственно полностью настакать все на одного ниндзя и только его и ставить впереди ну это ташура довольно крепкий пидожские мадары ненавижу а это уже последняя ну походу мы продули полностью это ташура конечно сможет ли он победить думаю теоретически это возможно миллион у этих по 800 ну вот тут у этого Владимира Путина больше миллиона задолбали кстати саски опять ищет опять ашу и дам и одно время саски был противный занудой фото теперь опять его нет саски и от на и Субтитры сделал DimaTorzok Такс Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всем пока-пока... Продолжение следует... 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 Хотя тоже Ленова. Но тем не менее, сейчас тогда займёмся. И нужно будет мету очередную снять. А вот кто-то посмотрит. Так, ну у нас довольно мало людей. Ну неудивительно. Лето, все дела. Такс. Ну а кто здесь? Значит, Какузя. Он тоже хочет этого Какузю. У него есть вот этот Кабута Сэйдж. А он... Хотя это не у него. Это... Это, короче, у Ганза. Как-то так. Блин, как же хорошо, когда тебе не нужно заходить каждый день в какое-то говно. Эти китайцы ёбаные. Я ненавижу Китай. Всё. Не знаю, там культура не культура. Как по мне, культура у них тоже говно. Но жрут всё подряд, короче, как муравьи. Коллективизм вот этот вот там. Яички мальчиковские, короче, жрут. Посиневшие. В общем, ещё какой-то фигнёй страдают. Мерзость, да и только. И вот это вот, типа, якобы искусство. Вот мне не нравится оформление Наруто вообще. Кругом эти круги и так далее. Все самые круто выглядящие персонажи в итоге злодеи. И так далее. А жёлтый цвет, это цвет говна. Цвет власти, мочи и подобной фигни. Так, ну и мы, типа, победили. Ну или ничего, и делаем. Ну что, побежали за Кариной. А, ещё давайте проверим. Ну тут некоторые вещи сделаны. Всё как-то странно. Он выбирает, что ему делать, а что нет. Ой, здесь вот эта фигня. Слушайте, может быть, мне придётся её проходить. А что вообще за арена? Блин, здесь нифига не выполнено. Нигде ничего не выполнено. А будет ли второй раунд у нас, интересно? Давайте проверим. Что здесь нам светит, а что не светит. Ещё нужно проверить, ходил ли он на арену 3 на 3. И вообще, играет ли кто-то на аккаунте дракона? Или уже бросили? Ну вот. Хотя бы здесь сдаются. По субботам же ж надо обязательно арену проходить полностью там. Потому что она полностью обновляется. И мунскровы никогда лишнего не будут. Значит, смотрим в арену 3 на 3. Отмечаться-то он отмечается. Нифига не выполнено. Просто ни хрена не выполнено. Это очень-очень плохо. Он что, бросил, типа, аккаунт? Это же обязательно. Ну как бы. Ну что за херня? Я, конечно, уже отвык и не хочу возвращаться на аккаунт. Но это просто верх охуения. Походу, его друг бросил уже. Ну блин, еще та жопа. Хотя я, как я сказал, я возвращаться не буду. Я ебал это все. Ммм, как я сказал, это говно. Наруто это говно. Его просто, вот, я не знаю, вот этот Масаши Кишимота, кто он там, хикан, не хикан. Как он мог такое вот... Вот специально людей доводят до конца, когда они уже готовы сосать хуи и что угодно делать ради бабла. А потом вот так вот поганят все идеи их. В общем, я так понял, в нашем мире вообще, в нашей жизни, все, что не делается, делается ради... Ммм, делается максимально уебично и максимально мерзко. Все построено на говне. На бесконечном падении в бездну мерзости, бездну максимальной подлости, вредительства и так далее. Вот с Наруто то же самое произошло. То есть, казалось бы, все так хорошо начиналось, а потом бабах и, короче, 200 филеров. Куча всяких мерча, Баруто, конечно же. Как же нам без Баруто вообще? Без его упоминания. Чтобы больше шаринганов нужно было, да. Нужно, чтобы и в жопе шаринган торчал. Вот у кого вообще идея возникает тратить стамину? Нафига ее тратить? Вот я не понимаю. Я не понимаю, зачем люди в этих играх тратят стамину? Типа видят полоска полная, надо ее, короче, уменьшить, да. Но при этом не выполняют того, что действительно стоило бы выполнить. И вообще, вы всегда интересуетесь. Как все работает? Зачем то или иное нужно? А иначе вы будете делать то, что нужно не вам, а кому-то другому. Я в детстве тоже не интересовался. То есть, мне говорят родители, а родителям говорили тоже там в школе или их родители. И все так вот живут и это неосознанно. И даже вот эти вот буддисты, которые позор, позор реально тем буддистам, которые текущие, то есть там, которые пиздят детей и так далее. Это просто мерзость на самом-то деле. Ну, те вот российские всякие, бурятские, которые заставляют чего-то учить неосознанно. В итоге, в начале начинается любая религия, ну, любая, ладно. Есть религии, которые вообще с насилия начинались. Но начинается все с того, что типа нету догм, что люди изобретают чего-то там. Или не только религия, та же самая наука тоже так начиналась. Что она развивалась, все менялось и так далее. А потом начинается догматизация, начинается вот это вот закостенение, застревание. Так, Саски нам нужен. И в итоге заканчивается все тем, что просто вот очередные чуваки просто так пиздят других чуваков палками и заставляют заниматься бессмысленным делом. Кстати, насчет медитации. То есть, некоторые говорят, медитация это бессмысленное действие и так далее. Или там что-то подобное. Ну, повторяющиеся действия, они, конечно, могут помочь тебе сосредоточиться и так далее. Сосредоточить свою мысль, например. Но медитация это именно размышление. Размышление о чем-то, причем может быть разное размышление. Там говорят, что концентрация внимания. Ну, концентрация внимания в каком-то смысле. Скажем так, ну, это контроль своих мыслей. То есть, это управление своим вниманием. Вот знаете, как состояние потока, это, возможно, и есть медитация. Слушайте. Я вот думаю. Может быть, я все это время медитировал, а не знал об этом. А потом в транс вхожу, да. То есть, я некоторое время медитирую, а потом, когда у меня устану. А вот действительно, вот. Если бы медитация это было просто сосредоточение, там, очищение от мыслей и так далее, то... То, в общем, от нее бы не уставали, я думаю. Ну, а транс, это прикольно. Тоже по-своему. Ну вот, немножко разобрались вроде бы. Теперь к сакуре. Сакура, сакура, сгибт. Ну, опять же, если этот товарищ посмотрит видео про Наруто, то где, где ты же обещал, что у тебя будет друг, с которым вы будете играть, выполнять ивенты и так далее. А в итоге заходишь, но нифига не делаешь. Ну и смысл. Вот видите? Видите, как оно получается? То есть, когда ты видишь со стороны, то это так круто, все дела. А потом, через некоторое время, бах, и все надоело. Ну, может, оно и к лучшему. Чтобы такие мудаки, которые создают подобные Наруто онлайн игры, они, в общем-то, не могли порабощать людей навсегда, а чтобы люди потом в итоге сваливали из этой помойки. И вот эти вот сраные фонарики, вот оно меня заебывает, типа, бесит. Вот эти вот круглые, короче, крыши. Нафига делать крыши круглыми? Ну ладно, пагоды для красоты еще делать нормально, практично относительно. Впрочем, европейские тоже вот эти вот крыши, которые слишком, например, готические вот эти вот соборы, непрактичные. Они, в общем-то, слишком шпили, вот эти вот шпили-вили. Слишком острые углы. То есть, в принципе, угол должен быть таким, чтобы с него снег скатывался и все. Ну или там дождь. То есть, почему плоские крыши мне тоже не нравятся? Плоские крыши, с них потом нужно зимой, блин, снег скидывать. Нахрена это нужно? Сделайте нормальную крышу такую, наклонную, чтобы снег и лед сам с них скатывался. И не приходилось потом залазить туда, на эту крышу, и оттуда лопатами все соскребать. Вот насколько совки были дебилами, что они вот начали такие дома строить. Нафига они их строили? Я не понимаю. Поэтому я за максимальную практичность, чтобы дом не нуждался в обслуживании дополнительно. Вот поэтому я и хочу жить в передвижном доме. Потому что квартиры, откровенно говоря, ты постоянно должен за нее платить, ты постоянно зависим, к тебе могут прибежать соседи, вся эта херня, короче. Частный дом, то же самое. То есть, возьмут, там отрежут электричество, чего-то еще. А так я просто куплю передвижной дом и налеплю туда солнечных батарей и уеду на юг. А на юге всегда солнце. И в итоге там, то есть, аккумуляторы, все дела. То есть, нужно это как-нибудь организовать. Я не знаю пока, что, как я это буду делать, но я нашел цель своей жизни. Ну, как мне подготовиться к какой-то старости, к чему-то подобному. В общем, насчет того же, где деньги хранить или что-то подобное делать, вот это я не знаю действительно. Вот это действительно проблема, потому что сейчас хранить деньги невозможно. Просто невозможно. Сделали так, что, во-первых, за деньги ты не можешь нифига купить, потому что у нас гребаный коммунизм настал. Так, а что мне нужно? Сакура что сказала? Поговорить с ними, что ли? Давайте попробуем. Да, поговорить. Ну и в общем-то, в чем прикол? Что сейчас просто невозможно скопить каких-то денег. То есть, тебе нужно работать на то, чтобы, например, там хитрить и как-то приумножать свои деньги. Просто положил на депозит, ну, от силы ты их сохранишь. И то, если какие-то там мудаки не снимут у тебя деньги с депозита, они заблокируют твои счета. Что очень-очень отвратительно. Наверное, я буду все-таки в биткоине деньги хранить. Просто, да, он колеблется и так далее. Но нужно его купить, когда он будет обрушенный наиболее. И тогда уже начинать хранить. Ну, просто потому, что государство, у него монополия на все эти деньги. Остальные, кроме биткоина. И оно может тебе там в любой счет заблокировать. Все, что угодно, короче, загадить. Это отвратительно. Да, бандюки тоже пользуются биткоином. Ну, а что ж, теперь, типа. Волков боятся в лес не ходить. Государство, это, в конце концов, самый большой бандюк из всех. На то он и государство. Поэтому он и других бандюков иногда гоняет. Но в основном, конечно, гоняет не за убийства какие-то, а не за то, что где-то несправедливость. А за то, что их цели целем перечат. То есть, например, там налоги не платят. Вот за это могут гонять. Вот как Трампа того же. Ну, по сути, бандюк не бандюк. Компромат, тем не менее. И на Трампа нашли, и на Байтона находили. Там. То есть, в итоге, там у всех рыльцев пушку. Ну, и возвращаемся, в таком случае, на арену. Тут вообще без вариантов. Сюда кого поставить? Что это вообще за арена? Тут же не пишется. Темы арена. И чё тут за темы? А какие специальные правила? Понимаете? Тут не написано, какие специальные правила в этой арене сейчас. Академия. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok я раньше у меня хаширамыч скоростной сейчас чакрой а у него была все-таки чакра нам она тоже пригодится а чё там с музыкой случилось уже музыки хана наста а нет она просто тихая 1 и 2 что как я должен был быть первым вау какой ты прервал твоей рукой и руку тебе в руку понятно вы знаете что даже сраный fallout shelter этот теперь требует 64 процессор короче битного процессора на компьютере это просто я в шоке но вот серьезно ну то есть они переводят на 64-битные компьютеры без причины то есть лишь бы там давай обновимся давай короче какой-то хуйной страдать пидорасы пидорасы хари кришна нафиг хари кришна на дьюцу это так да это чушь и комару хари кришна на дьюцу применяю черту это 5 лагать начинаю и так всегда ах ты ж гавни дон а 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 ну сдался мне что теперь тут и всю арену проходить и все остальное это ведь геморрой еще тот геморрой короче если там с тобой не играет этот твой друг то давай отдадим этот аккаунт кому-то другому и будешь с ним играть через тот же канал можно найти кого-то я уверен что кто-то захочет поиграть на этом на аккаунте ганза мастер но аккаунты не должны простаивать сколько времени я потратил на их прокачку до ну ой зря тебе больше нанесут урона и чем ты отхилил своим свое пилка хилинга Хорошо, что ГГ воды сейчас не такая ОП-шная. Как раз из-за того, что обилка хилинга не такая уж и крутая. Вот ГГ земли ему вообще не обязательно обилки применять. Он пассивно щиты накладывает, и ему этого хватает. Ну и я не знаю, будет ли у нас второй раунд какой-то. Опять рандом беттл какой-то, я не знаю. Но... Вот чё это, почему лаги? В общем, эту арену, возможно, я её пройду, а возможно и нет. Здесь я эту арену прошёл. Спасибо мне большое за это. А с вами я прощаюсь на этом. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.